Прикладываться ли к святыням после причастия? Прикладываться ли к святыням после причастия? Особенно религиозные действия должны соответствовать правильному церковному сознанию. Так вот, дело в том, что с течением времени практика причащения мирян изменялась. Незыблемой осталась практика причащения священнослужителей, когда священнослужитель причащается отдельно тело Христова, которое находится на дискосе, уже в раздробленном состоянии, и причащается от чаши, испевая из нее. После этого он отирает уста, прочитывает соответствующую молитву, раздробляет дары, ссыпает их в чашу и причащает людей. Так вот, каждый мирянин причащался этим же образом в древней церкви. Лжица появляется достаточно уже поздно. Соответственно, когда человек взял в руки тело Христова, а согласно правилам Василия Великого, именно в руку необходимо было взять тело Христова. Некоторые люди брали его еще себе домой для того, чтобы ежедневно приступать к тайнам тела и крови Христова. На руке могут остаться крошки от даров. Более того, на устах может остаться кровь Христова, несмотря на то, что мы омыли уста. И поэтому не рекомендовалось прикладываться к каким-то святыням, дабы, соответственно, тело Христова или кровь Христова не попадала на какие-то посторонние предметы. Это вопрос благоговения, действий нашего благоговейного отношения к Богу. Но сегодня мы с вами непосредственно после причастия подходим к запивочному столику и запиваем горячую воду или воду, смешанную с вином. Это совершенно не важно. Так вот, после этого вы можете прикладываться к кресту, к иконам и так далее и тому подобное. На основании чего я это говорю? Обратите внимание на священника, который, заходя в алтарь после того, как причастит Мириан, после того, как всыпет частицы, вынутые на проскомидии в чашу, он совершает ектинию. После ектинии он прикладывается к Евангелию, к святой трапезе или, как сегодня ошибочно называют, престолом, и священник выходит, соответственно, на чтение заамвонной молитвы. К этому времени священник, скорее всего, еще не потребил святые дары и, естественно, не запивал водой. Соответственно, почему ему можно, а, например, Мирианам нельзя? Конечно, здесь ответ следующий. Нужно ко всему подходить с разумением. Если мы понимаем, что наш аппарат, которым мы принимаем пищу, несовершенен, и он действительно, например, какие-то у нас проблемы, и на губах может оставаться тело и кровь Христовой, то, конечно, следует сначала тщательно проследить за тем, чтобы отерли уста, потом подойти к запивке и потом уже спокойно прикладываться к иконам. Земные же поклоны запрещаются после причастия в первое какое-то время для того, чтобы человека из-за наших физиологических особенностей не стошнило. Такое тоже бывает, когда, например, человек делает много поклонов или слишком долго находится вот в таком состоянии, в такой позе. Вот абсолютно практический, абсолютно обычный ответ на этот вопрос. Он не связан с каноническими правилами, он не связан с каким-то мерой духовности. Некоторые люди говорят, нельзя делать поклоны, потому что мы же усыновились Богу в причастии. Суть не в том, что мы усыновились Богу в причастии, это так. Но на колени мы не становимся чисто из практической составляющей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok